Всем привет! Хочу представить вашему вниманию забытые легенды Nokia строения, будем так говорить, ретро-телефон Nokia 1600. Очень интересный телефончик, 104 мм в длину, 45 мм в ширину и 17 мм в толщину. Интересный такой телефон с громким динамиком. Они продумали, сделали две прорези, одна на правой боковой грани и одна вверху. И когда выходит звук, если вы закрываете эту грань, звук идет отсюда. Если вы закрываете эту грань, звук идет отсюда. Вот такой интересный телефончик с небольшим экраном. Экран не очень сочный, поэтому я выключу свет, дабы вам было видно. Эти телефоны делались также для России и для Украины, были русифицированы, были не русифицированы. Ну, у меня модель русифицированная с русскими буквами, смотрите. Клавиатура интересно выполнена, у него прозрачная. Буквы нанесены с нижней стороны, поэтому при использовании буквы не вытирались. Посередине имеется вот такой интересный четырехкурсорный джойстик. Надпись Nokia на фронтальной стороне. В данном девайсе камеры не было. На задней части также была гравировочка Nokia. Нижний торец, как мы видим, у нас были расположены элементы. Это у нас микрофон. Это у нас зарядка. И вот этот вход я не знаю для какого-то кабеля, но для чего не знаю точно. Вот это прорезь для ношения на шнурке телефон. Просто снималась задняя крышка. Батарея не оригинальная. Вставлялся шнурок и выводился через это отверстие. И можно было телефон носить на шнурке. Экранчик у нас 96 мм на 48 мм. Прикольный телефон. Давайте покажу, что было в данном телефоне. По менюшке. Сообщения. Можно было отправлять сообщения, принимать сообщения, передавать. Сохранять черновики. Общаться в чате. Можно было, так как нету смс, нету ммс, было отправлять вот такие вот картинки. Здесь у нас их, по-моему, около что-то 13 или 15 штук. Также были книга контактов. Можно было добавить, удалить контакт. Дальше. Здесь у нас папочка звонки. Можно было смотреть, кто звонил, пропущенные вызовы и удалять это все. Настройка телефона. Здесь у нас мелодии собранные. Мелодии такие простецкие. Такие мелодии уже позабывали. Потому что сейчас везде идут темпы третий. Можно ставить на звонок. А раньше довольствовались вот такими коротенькими мелодиями. Ну, вы поняли. Также можно было сделать настройку дисплея. Она выбиралась темами. 20 темп. И каждая тема была разного цвета. Смотрим. Экран не супер. Бликует. Но вот стараюсь показать, как раньше справлялись люди вот с такими телефонами. Также можно было выбрать цветовую схему. И сделать экран или желтым, или зеленым, или голубым. И контрастность. Также были часы. Можно сделать цифровые заставку. Можно сделать аналоговые. Так. Режимы. Здесь у нас выбиралось громко. Это если мы на улице. Или можно было настроить на мой стиль. Также настройка часов. Часы. Установка дата времени. Настройки вызовов. Настройки телефона. Здесь устанавливался язык. Блокировка клавиатуры. Мелодия запуска. Можно было написать переведствие в старых Nokia. Далее. Здесь у нас стоимость за каждый разговор. Если раньше вы были по контракту. Настройки защиты. Это нас не интересует. Функции правил. Восстановить настройки. Здесь можно было ввести код. И телефон сбрасывался на заводские настройки. Настройка сигналов. Так. А где же время? Ага. Вот часы. Интересная фишка. Которую я хотел вам показать. Говорящие часы. Время просто каждый час говорится. Был вот такой вот. Как он называется. Голосовое оповещение времени. Настройки часов. Также есть. Также были памятки. Можно было написать какую-то памятку. Она отображалась на экране. Также в этом телефоне. Так как он поддерживает Ява приложение. Были загружены три игрухи. Это всем знакомая змейка. Вот так она ползала. Не сравнить с данными играми на смартфонах. Также был футбол. Можно было порубиться в футбол. И была вот такая интересная игра. Прыгающий мяч. Цель игры. Попасть на поверхность. Пока не спрячется экран. Также были дополнительные функции. Это у нас в виде калькулятора. Конвектора валют. Также был секундомер. То есть таймер. Был секундомер. Синтезатор мелодий. Можно было создать какую-то мелодию. И демо. Основное. Например. Это учебник был загружен прямо в телефон. Как например сделать что-то. И вот. Была прошита. На каждый пункт. Была прошита своя инструкция. Вот чтобы набрать. Набираем номер. Синтезатор показывается. И. Позвонить. Клавиша. Ну вот такой телефон. Сегодня был у меня на обзоре. У кого был такой телефон. Можете писать что-то еще интересное о нем в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх. И ждем новых обзоров на новые телефоны. У меня их много. Так что выпуски будут скоро. Всем пока-пока.